Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер, и наконец-то компания ПикПок выпустила очередное обновление к своему раннеру Into the Dead 2. Данное событие у нас с сюжетом, наконец-то! Я очень давно жду, когда что-нибудь здесь интересное появится. К сожалению, я пропустил событие с Доберманом. Если вам это интересно, поставьте большой палец вверх и напишите обязательно в комментариях, что хотели бы посмотреть прохождение этого события. Ну а я сейчас начну прохождение этого короткого сюжета под названием «Под землей». Что ж, давайте нажмем «Участвовать». Разминку я не буду проходить, если только вне этого видео. Начну, наверное, на кошмаре. Так, а что-то у нас прям совсем он короткий, что ли? Всего лишь 6 заданий. Ну, чё, тоже пойдет. Раньше было, насколько я помню, 12. Возможно, здесь будет очень крутой сюжет, поэтому здесь всего лишь 6 заданий. Так, основное оружие рекомендуется 16 уровня. Офигеть! У меня 16 уровня ничего нету. Возьмем по старинке «Приговор» и высокий темп стрельбы, может быть, или зажигательные патроны, ускоренная перезарядка. Давайте ускоренную перезарядку возьмем. А здесь, наверное... Блин, опять шквал брать. Это как-то не совсем правильно будет. Возьмем вот эту штучку. Пусть тоже останется у нас начальный боезапас, потому что у меня этих перков достаточно. Ну что, отправляемся. Посмотрим, что нас тут ждет. Мне, конечно, очень интересно, какой сюжет тут у нас появился. Что они добавили в игру. Итак... Можно, конечно, все пропустить, но... Джеймс. Слабый сигнал. Незнакомый голос. Странно. На объект. Что за хрень? А, и мы просто вот так вот начнем. Блин. Странно. Ну ладно. Давай-ка поменяем стволец. Девятый уровень, в принципе, неплохо справляется с вот этими зомбаками. Но если появятся какие-нибудь вот... Жиробасики, скорее всего, я с ними уже не смогу справиться. Вот, например, вот эти. Да. Ах ты, собака, придется на тебя ножик использовать. Так, все, у нас тут, короче, пошли. Видите, сколько надо патронов в него всадить, чтобы разнести? Поэтому тут включается приговор. И приговариваются все. Бомбезный ствол. Ну, почему я его взял? Потому что он прокачанный у меня. Причем до 15 уровня, и это все равно слабенько. Вроде как для этого события. Но на кошмаре я уже не раз проходил. Я думаю, не раз пройду. Серебряных у меня тут не хватает, чтобы еще прокачать данный стволец. Вообще, с серебром здесь проблемы. Я даже периодически меняю золото на серебро, потому что прокачать хочется стволы. Так, давай вот... А, нет, вот прямо пойдем. Вот так вот. Хадыч! Короче, подходим к этим тварям поближе, чтобы разносились они получше. Так, мне нельзя сейчас ни на кого налетать тут. Вы что так много-то? Это же только первый уровень. Так, с этой штукой я вряд ли кого-то снесу. Офигеть, сколько надо патронов в него всадить, чтобы опыть можно свалить. Отлично. Вроде как локация у нас не сильно поменялась. Опа, опа. Можно, кстати, их останавливать этим стволом. Просто. Этих можем так снести. О! Приговор давай. Блин, неоднозначно надо... О, здесь уже с брониками чувачки пошли. Офигели что ли? Дайте я дойду до конца-то спокойно. Чё-то прям жесткий. Блин, про гранаты забыл. Let's see. Хм, сигнал шел оттуда. Бридж, срочно требуется помощь. Проникновение сил противника на объект. Это центр на горе Донбридж. Срочно требуется... Что там? Странно, вроде бы там под землей чё-то должно быть. Ага, вот она. Похоже, это здесь. Интези Д-2. Десцент. Вот так вот. Ну, так каждое практически событие начинается. Сюжетное событие. Ну, классно. Мне вот на самом деле этот раннер нравится. Потому что здесь, первое, есть сюжет. Второе. Она завлекает вот этими своими набегами на зомбаков. И хочется каждый раз, конечно, улучшить свой результат. И плюс в основной сюжетке здесь очень много заданий. И, кстати, добавили, я так полагаю, какой-то боевой пропуск, что ли. Вот опять золото, золото, крышек у меня дофига, а вот серебра нифига. Надо его копить, короче. Ладно. Ух ты! Тут нам еще и новый стволец дают. И мы можем перк ему дать. Отлично. Давай какой-нибудь перк. Забабахаем. Пусть будет начальный боезапас. Ну и также придется взять приговор. Кстати, давайте отправимся в оружие. Может, я приговорчик-то прокачать смогу? 20 тысяч! Ёперный театр! 1798. Давай. Все. 16 уровень. Отлично. Тут еще кучу перков дали, блин. Ну, на самом деле, я сейчас каждый день практически в игру захожу. Забираю всякие награды ежедневные. Но вот серебром, опять повторюсь, здесь грустно дела обстоят. Гранат полно. Надо, кстати, будет их использовать сейчас. Че, мы сейчас войдем внутрь, да? Вау. Эй, ты! Ты один из них? Ты живой? Я думал, снаружи никого не осталось. Хорошо. Если ты меня слышишь, слушай внимательно. Слева от тебя находится моя... Моя коллега. Да, вон она. Который... Ох, жесть, вообще... У нее на груди карточка. Возьми ее быстрее. И стволец, естественно. Этот прототип тебе пригодится. Теперь слушай внимательно. Мне нужно, чтобы ты доставил эту карточку сюда. Ко мне. Моя лаборатория находится за третьим сектором. Я помогу тебе чего-то там выбраться. Даже не знаю. Слушай, времени у меня в обрез. Здесь мне пошло разнос. Основные системы выходят из строя. Мне нужна только карта доступа, которая у тебя. Ты мне поможешь? Прошу тебя. Это вопрос жизни и смерти. Окей. И мы погнали. Вот это у нас новенькая локация. Блин, он продолжает что-то говорить. Ух ты, нифига себе! Прикольно. Блин, а чего вы не это? Не добавляете-то? Слушайте, прикольная штука. О, она с тепловизором даже. Великолепно, не правда ли? Блин, а я бы хотел в зомбаков с бронежилетами пострелять из нее. Как она разносит их. Так, давай. Вообще двух просто снесла. Звук штука прикольный. Если на линии несколько зомбаков, то сносит тайна их нехило. Так, давай, перезарядочка. Перезарядочка. Вообще ж... Ух ты, их там много. Тише-тише-тише-тише-тише. Аккуратненько. Да, здесь куча, короче, техники, я смотрю. What the hell is this? Видать, здесь какая-то база была. Ух ты, ух ты. Там все перекрыто. Перед каждым выстрелом ей как будто время нужно. То есть этот ствол как дробовик работает. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, у вас нафиг. Осталось буквально 100 метров до конца пройти. Во, с броником. Вообще сносит. С выстрела. Отлично. Добрались до конца. Иди по этому гроту и доберешься до... Забыл представиться. Я Дэниел Лэнг. Доктор медицины. Приятным познакомиться, док. Ну, слушайте, стволец прикольный. Прикольный. Очередью он, конечно, не стреляет. Так, 400 серебра еще дали. Отлично. Знаете, есть просто Человек-муравей Скотт Лэнг. Тоже однофамильцы, что ли? Ох, ты чуть не нажал. Можно попробовать VIP бесплатно, но я этого не буду делать. Конечно, я бы хотел поддержать, на самом деле, разработчиков ПикПок. Вот чисто за вот эту игру. Потому что мне реально понравилось. То, что они сделали для Apple Arcade, ну это что-то прям вообще. Отстой какой-то получился у них. Так, по наградам, кстати, что тут? Мы, кстати, можем еще стволец этот получить, я так полагаю. Ну ладно, посмотрим это в будущем. Так-с. Ну, сорян, народ, но придется мне брать приговор и шквал, как обычно. Собак, кстати, почему-то нам не дают здесь. А питомец бы очень пригодился. Например, в поиске боезапаса. Не, не хочу на тебя тратить патроны. Давай, наверное, из шквала постреляем. Слушай, ты, что здесь такое-то? Нифига себе вообще его. Сколько надо разносить-то? Ну, с тобой я не буду связываться. Да, мы в каком-то бункере, который, видимо, готовили для подобных ситуаций. Там, зомби-апокалипсисов. И прочего говна. Вот шквал даже вырубает этих жаробасов с одного выстрела. Так. Все, да? Ну, у нас у приговорчика есть патрончики. Так-с. Ох, разносит он их хорошо. Привет. На-те вам. Ох ты, что-то вас тут много. Воу-воу-воу-воу-воу. Отлично. Ладно, хоть бочек здесь наставили. Ох, собака. Ладно, ножичек. Используем, отлично. Тихо-тихо, разгулялись. Разбежались-то тут все. Ух ты, ё. Я застрял. И меня сзади спороли. Прикиньте. Ужасная сейчас картина была, просто жесть. Ну, вы видели, где они ящики, блин, разместили? Придется все 20 токенов брать, потому что это выгодно, чем, например, по одному токену. Так, ну давай обратно на шквал, короче. И погнали. Вот даже этих жаробасов шквал с одного выстрела разносит. Офигеть. А, блин, я думал, что я в него эту запустил из подствойника. А, нифига. Я, видимо, не туда нажал. Так, все, 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 чуваки. Будьте ласковыми, а? Так, два патрончика. Упс. Переключаемся. А у приговорчика 12 патрончиков. Это ли не прекрасно? Нет, не буду на вас тратить. Здесь, да, конечно, менеджмент ресурсов, а точнее патронов имеется. Ух ты, ё. О, взорвитесь вы все. Прям вот хорошо он разносит. Тихо, тихо, тихо. Тише, тише, тише. Отлично. Такое прямо ощущение, что здесь реальная... ...пещера какая-то. А как, а как мне? Я не взял, да? Осторожно. Это секция, чё-то там. Будь осторожен, а. Главное, вы мне дайте эти. О, понятно. Понятно. Ну-ка, твари, легли все. Короче, наверное, хотел сказать, что в этой секции очень много этих тварюк. И будь аккуратней, вон они слева, справа. Я надеюсь, сейчас он за мной дверь это закроет. Скоро ты увидишь лифт. Будь начеку. Где-то здесь, в темноте, должны быть несколько этих тварей. Боже. Во что я ввязался? Возможно, сейчас будет уровень с медленным таким перемещением, где мы будем налево-направо просто смотреть и разносить этих зомбаков. И, кстати, нам сейчас должны опять предоставить этот новый стволец. Блин, прикольно, прикольно. Каждый раз меня радует. Конечно, сюжет здесь такой простенький, и он мне сейчас напоминает почему-то амнезию или ту же сому, потому что мы тоже с каким-то товарищем или человеком общаемся. Вот нашли единственного выжившего. И вроде как идем к нему и надеемся, что он жив. А по факту ХЗ, да, да. Этап с фонариком называется он. Используйте прицеливание и стрельбу. Движение только вперед. Постарайтесь выжить. Так, ну тут нам эту штуку дают. Давай мы тебе, наверное, тоже начальный боезапас зафигачим. Чтобы патрон у меня точно хватило до конца уровня. Ну, погнали. Блин, почему они титры не добавили? Вот мы можем влево-вправо только двигать. И двери сейчас будут открываться. Причем что-то резко и безшумно. Так. Привет, красавчик. Ты прямо на моем пути встал. О, жиробасики пошли. Хорошо, что он с одного выстрела сносит. Блин, а идти-то прилично. Так. Ножичек у меня один имеется. Ты встанешь, да? Нет, не встанет. Блин, главное еще вовремя перезаряжаться. Заранее. Так, давай перезарядись, чувак. Вон дальше у нас несколько. Так. Отлично. Да. У чувака еще такой пронизывающий голос. Да мурашек может довести. Так, давай-давай, чувак, перезаряжаемся. Что-то, походу, я здесь с одним этим справлюсь. Мне должны паниковать. И смотрите, во время всего прохождения он что-то базарит еще. Жаль, вот титров не добавили. Прям он наполовину их просто сшибает, вы видите? Так, давай-давай, перезаряжайся, чувак. О, узкий, узкий пролетик. Осталось буквально 70 метров. Сносим. Ему злишко такое прям... Жуть. Все, мы добрались до лифта, скорее всего. Вырубаем. Ты добрался до лифта. Прикольно. Вы находитесь в секретной лаборатории. Лэнг? Ты что, один здесь? Так и есть. Остался только один. Карточка при тебе? Да, здесь. На вон том пульте есть прорезь. Вставь в нее карточку доступа и открой дверь. Серьезное нарушение режима. Секретности. Объект будет полностью изолирован через 10 минут. Ты запустил процедуру чего-то. Когда отсчет времени завершится, база будет полностью изолирована. Покинуть ее будет уже невозможно. Что? Что ты несешь? У меня не было выбора. Здесь есть вещи, которые не должны попасть на поверхность. Как это отключить? Ни в коем случае. Скажи, как отключить эту хрень? У тебя еще есть время. Если поторопишься, то, возможно, успеешь выбраться отсюда. Уходи. Нормально. Беги, Джеймс, беги. Нормально, блин. Принес эту карточку, чтобы все это дерьмо заизолировалось. Что-то они там какие-то секретики скрывают, эти все ученые. Так, еще два уровня здесь осталось. Короче, нам нужно за эти 10 минут сейчас выбраться нафиг оттуда и... Опять же, выжить. Блин, надо, конечно, другие стволы прокачивать, но нужно серебро и, естественно, сами фрагменты. Во, сейчас мы уже в ускоренном темпе. Давай, что тут у нас будет? Ага, для приговора. На тебя! Мы сейчас будем по бочечкам стрелять. Так, больше этих тварей завалится. Да, жуть, конечно. Подставил он меня. Опачки! Двери уже начинают закрываться. Не, ну этих с броней вообще не расфигачить. Ну вот из подствольника нормально. Можно с ними разобраться. Бабы Джо всякие. Да на тебе, блин! Не хочет падать она. И вам сейчас раздам. Серьезно, да? Иди сюда. На! Красопеточка! Так, перезарядка у меня, пацаны. Подождите. Так, 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 так. Давай вот так вот. И тебя тоже разнесем. Бабы Джо только впритык. Можно их разнести. Так, ну-ка нафиг идите. Тише, тише. Прям подстава, реально. Я-то думал, я этого чувака просто спасу, а он вон как сделал. Это прям как, знаете, с Кэтрин в Соме. Но, блин, не буду спойлерить. Лучше посмотрите видос. А лучше сыграйте сами. На-те-ва. Так, следующая дверь закрывается. Давай, давай, Джеймс. Ты должен успеть. Давай, перезарядочка. Блин, один патрон с него остался. И здесь 10 патронов. Но я уже почти выбрался. Так, тихо. Один патрон, офигеть. И больше ни одного ящика. Давай, давай. Run. Джеймс, run. Объект будет изолирован через 2 минуты. Твою мать. Убедитесь в том, что подсобный персонал находится на безопасном расстоянии от входа в убежище. А, то есть мне еще и нужно достаточно далеко убежать, чтобы не бомбануло, наверное. Либо просто двери убежища закроются и все. Конечно, если бы я взял вот этот кобальт, ствол и секретное оружие, то было бы больше очков у меня. И, следовательно, в конце этого события я бы получил больше фрагментов вот этого кобальта. Так, вот здесь нам дает кобальт и возьмем мы, естественно, приговорище. Продолжим приговаривать этих всех тварей. Так, все, 2 минуты осталось. Я надеюсь, я успею. 1800 метров. Просто за 2 минуты я должен 2 километра пробежать. Причем бежит он достаточно медленно. Ох ты, там что-то подгорает у кого-то. Как вам, кстати, данное событие? Кто на какой сложности проходил, пишите в комментах. Интересно будет почитать. Так, давай перезаряжайся. Ну, стволец прикольный. На тебе, вообще сносит только в путь. Ну, понятно, он у нас прокачанный именно для уровня кошмар. Поэтому он так этих зомбаков и сносит. Так, один патрончик. Сейчас мы на кого-нибудь изведем. На тебе. Отлично. С патронами. Хорошо, что я перков поднакопил тут. Ежедневными входами в игру. На тебе. Так, давай, 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 чувак. Перезаряжайся. Ну, смотрите, вначале было больше зомбаков. Сейчас намного их меньше. Угостим гранаткой. Что-то у вас тут прям много, пацаны. Так, ну-ка. Офигеть, блин. Так, так, так. Джеймс, держись. Играем мы также за главного персонажа МТЗД 2. Это Джеймс. Есть на канале у меня полное прохождение. Этой игры, в том числе и финал. Но здесь у нас вообще три концовки. Я открыл пока только одну. На остальные, ну, надо просто поиграть почаще в игру. Так, давай-ка вот так сделаем. Идите нафиг. Идите нафиг. Просто с приговором я лучше их буду разносить. Особенно они сейчас, вы видите, толпучками просто идут. Тихо-тихо. Ну, а тебе. Тихо, аккуратней. И двери, двери закрываются. Я надеюсь, я успею выбежать. Давай-давай, Джеймс. Ух ты, ух ты, ух ты. Ох ты, отлично. Все. Ух. Я рад, что ты выбрался. Спасибо за помощь. Мое время на исходе. В лаборатории гаснет свет. Я сижу в темноте. Удачи тебе. Надеюсь, ты найдешь то, что искал. Да. Это, короче, его жена и дочь. Найду. То есть, смотрите, вот этот ивент, вот это его приключение произошло в процессе основного сюжета. Поэтому, скорее всего, оно и было таким коротким. То есть, Джеймс у нас сталкивался со всякими проблемами. Для VIP-игроков доступны, кстати, перепрохождение всех этих событий. Я сейчас вам покажу, где, но VIP что-то они загнули с ценой. Так, что тут у нас? Опа, 20 частей секретного оружия. Кстати, что тут вообще у нас по наградам? Ну, смотрите-ка, дофига всего. И в основном, конечно, совершенно секретно, что ли, оно как-то так называется. Когда у нас событие закончится, нам дадут вот эти вот награды. Множитель очков, это понятно. А сколько чертежей-то дадут? Лучшие выжившие. 700 частей он. Я, короче, заберу только 65. Я нахожусь на 12 месте и 480 золота. Можно подняться повыше и забрать больше. Но надо будет, конечно, поиграть в других вот этих заданиях. Например, эпидемию пройти на апокалипсисе. Но воскрешения тут всего лишь два. И оружие нужно будет более мощное. Сейчас я вам покажу, где вот эти VIP-события находятся. Вот есть здесь, кстати, есть пума. Я не помню, я ее, кстати, проходил или нет. И есть дополнительные сюжеты. Тут вы можете, если VIP, к примеру, получите, то можно поучаствовать в событии Охотники за привидениями, Ночь живых мертвецов, Темпест и многие-многие другие. Прохождение всех этих событий у меня есть на канале. Так что вы можете найти, посмотреть и потом, может быть, когда оно появится в событиях, поиграть. Конечно, здесь не всегда те ивенты появляются. Потому что для VIP-игроков они доступны чаще. Для обычных, кто не задонатил, они доступны тогда, когда решат разработчики. Ну что ж, народ, вот мы и посмотрели на короткий сюжет под землей в NTSD 2. Прикольно, я даже немножко поностальгировал по Соме. Жду очень сейчас амнезию новую, но об этом уже совершенно в другом ролике. На этом все, с вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!